Австановитесь. При переходе проезжей части необходимо снять наушники. Безопасность пешехода в его руках. С 18 января на территории Крымской столицы сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие под названием «Пешеход-пешеходный переход». Главная цель простая, но очень важная – донести до людей, как необходимо соблюдать правила безопасности, переходя дорогу, чтобы избежать несчастных случаев. Расскажите, а вот как вы переходите в проезжую часть? По пешеходному переходу. По пешеходному переходу. А вы знаете основное правило, да, перед тем, как пешеход... Посмотреть по сторонам, конечно. Посмотреть по сторонам и убедиться в том, что все транспортные средства остановились. Это очень важное правило. У вас дети есть? Нет. Нет, да? Это вам приставочка? Спасибо. И знаете, что в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется в населённых пунктах иметь световозвращающие браслеты. Уже с начала 2021 года в Симферополе зарегистрировано пять наездов на пешеходов. Во всех случаях пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Среди безответственных оказался и несовершеннолетний, который переходил дорогу на красный свет. Родителей настоятельно просят научить своих детей правилам безопасности. Так случается, что главными нарушителями остаются взрослые. Кто-то перебегает дорогу, не оглядываясь по сторонам, другие ничего не слышат из-за наушников, а кто-то и вовсе занят разговорами по телефону. Поэтому подобные профилактические мероприятия – необходимость. Проводим профилактические беседы в рамках мероприятия со всеми участниками дорожного движения, как с водителями, так и с пешеходами. Напоминаем и разъясняем им основные правила безопасного перехода проезжей части. Кроме того, у нас инспекторы ГИБДД посещают образовательные учреждения и детские садики, и школы, где детям напоминают тоже основные правила безопасного перехода проезжей части. В случае нарушения инспекторы ГИБДД остановят, проведут разъяснительную беседу и привлекут к административной ответственности. Пешеходам грозит штраф в размере 500 рублей. А если сложную обстановку создал водитель, наказание за непропуск пешехода – от полутора до двух с половиной тысяч рублей. На сегодняшний день наряды ДПС патрулируют опасные участки Симферополя, где чаще всего случаются аварии с участием пешеходов. Сотрудники ГИБДД напоминают, что существуют простые правила как для пешеходов, так и для водителей, которые необходимо знать и соблюдать. Перед тем, как переходить проезжую часть, он должен убедиться в собственной безопасности. Основное правило – убедиться в том, что все транспортные средства остановились. Особенно это очень важно на наиболее опасных таких участках дорог, где проезжая часть имеет несколько полос в каждом направлении. И водителям хотелось бы напомнить, что если вы видите, что транспортное средство остановилось пешеходным переходом, то вы обязаны, согласно правилам, тоже остановиться. Значит, там переходит проезжая часть человек. Профилактическое мероприятие продлится до 31 января, но на этом работа госавтоинспекции не закончится. За безопасностью пешеходов на дороге следят постоянно. Татьяна Опалева, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.